На этих кадрах видно, как финиширует рязанский спортсмен Евгений Луканцов во второй день финалов чемпионата 20 июня. Он уверенно преодолевает дистанцию 200 метров на байдарке-одиночке с результатом 35,705 секунды и завоевывает золото и путевку на Олимпиаду в Токио. Я был достаточно уверен в своих силах. У нас был очень большой объем работы. Провели хорошую подготовку непосредственно к этому отбору олимпийскому. Были в оптимальной форме, без травм, без каких-то недоразумений. Вышел, сделал свою работу. Все получилось хорошо. Надо сказать, что еще до участия в чемпионате России погреблено байдарка Хаконоя. Спортсмен Евгений Луканцов уверенно выиграл дистанцию 200 метров на байдарке-одиночке в венгерском городе Сегет и завоевал место на Олимпиаде 2021 года для России. А уже на чемпионате в Москве он подтвердил свое право представлять страну в июле в Токио. Ну вот 16-22 числа прошел чемпионат России, где прошли отборы на Олимпийские игры. Наших спортсменов оказалось трое рязанских. То есть двое чисто рязанские, одна у нас параллельный зачет Долгом Анастасии. Двое чисто рязанские. Это Луканцов Евгений и Кузев Олег. Все спортсмены олимпийских главы ДОДЗИШОР олимпийцы и ЦСП Рязанской области. После чемпионата России у спортсменов неделя отдыха дома в Рязани и легкие тренировки. А уже с 30 июня они отправятся на подготовку в столицу. 7 дней до 7-го числа будем в Москве и потом 7-го летаем в Владивосток поближе к Токио, чтобы адаптироваться, привыкнуть к самым поясам, к климату. И уже там будем до Олимпиады непосредственно готовиться. Для Евгения Луканцова Олимпиада в Токио будет уже второй в карьере. Он уже участвовал в таких соревнованиях в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда Евгений финишировал за пределами первой десятки. Сейчас у спортсмена все шансы на победу. Он будет бороться за медали. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».